Уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые организаторы. Я благодарю вас за возможность представить данный доклад. Также, пользуясь случаем, благодарю своих наставников, которых здесь вижу в зале. Очень рада вас видеть. Данный доклад посвящен расширенно комбинированным операциям и роли операционной медицинской сестры в данных операциях. Что же, зачем операционной сестре обучаться, и почему так актуально обучение и создание новых курсов для операционных медицинских сестер? Современные тенденции говорят о том, что выявление экологических заболеваний в достаточно высоком уровне из-за новых появившихся материалов, новых инновационных технологий. Поэтому нас ждет увеличение пациента оборота, выявление заболеваний на ранней стадии. Это говорит о том, что операционной сестре необходимо обучаться, так как своевременное лечение, качественное лечение – это очень важная и актуальная тема. В операционной также сейчас есть комбинация выявления заболевания, дополнительная диагностика и комбинированное лечение. Все это совмещено в едином операционном зале, в единый день, и операционной медицинской сестре необходимо понимать концепцию лечения и свою роль в данном процессе. Также сейчас очень большая роль мини-инвазивных вмешательств, то есть лапароскопической хирургии, мини-инвазивной хирургии. Здесь операционной сестре необходимо понимать новые инструментарии, новые инвазивные технологии и также разбираться в высокотехнологичном оборудовании. Это новые системы визуализации, которые позволяют диагностировать, а также операционная сестра является первым пользователем данных технологий. И также операционная сестра – это первый и главный специалист по созданию комфортной следы для операционной бригады, для анестезиологической бригады, а также для себя и для тех, кто находится в операционном зале, и в первую очередь для пациента. Что же такое расширенно комбинированные операции и симультанные? Здесь, если не углубляться в онкологические и врачебные тонкости, операционная медицинская сестра должна понимать, что это всегда расширение объема вмешательства. То есть операция будет не на одном каком-либо едином органе, а из-за расширения онкологического объема. То есть мы все прекрасно знаем, что сейчас колоректальный рак метастазирует чаще всего в печень, и такие операции будут сопряжены с резекцией кишки, а также с резекцией печени. На данном слайде вы можете увидеть расширенно комбинированные симультантные операции, на фотографии вы можете увидеть экстерпацию матки с лимфодисекцией, а также передней резекцией прямой кишки, и здесь же совмещенный одномоментно атипичной резекцией печени. Данная операция на слайде, на фотографии слева, была выполнена мини-вазивным способом. Операция же на фотографии справа – это экстерпация матки с лимфодисекцией и передней резекцией прямой кишки. Эти операции достаточно сложны и для операционной сестры. Здесь она должна понимать выбор шоуного материала, правильно подготовить операционный зал. Далее я расскажу, зачем же, почему и какие именно нюансы в подготовке. Задача операционной сестры – это моделирование процесса операции, то есть не в плане врачебном, а именно расстановка коммуникации, оборудование, систем, подготовка инструментов, их вариабельность, также понимание, что возможны какие-либо критические осложнения во время оперативных вмешательств. Также это непрерывное самостоятельное обучение операционной медицинской сестры. Сейчас достаточно много создано вебинаров, прямых трансляций с баллами или без баллов непрерывного медицинского образования. Также это коммуникация и взаимопонимание в хирургической бригаде. Операционная сестра – это тот человек, который создает комфорт в операционном зале. Также это владение обширенным спектром онкохирургии. Такие операции, как правило, выполняются разными хирургическими бригадами, но операционная сестра – это единый центр, то есть операционная сестра крайне редко меняется на каких-либо измененных вариантов хирургической операции. Умение обращаться с оборудием и инструментарием и применять его на практике, и понимать, какой именно инструмент нужен в данный момент. Также такие операции собрежены с обширным возможным кровотечением. Здесь операционная сестра также должна коммуницировать с анестезиологами. Анестезиологи, как правило, подключают сейлсейвер – это аппарат возврата крови, и здесь нам необходимо коммуницировать с анестезиологами, понимать, в какой именно момент данный аппарат потребуется. Уметь расставлять коммуникации и общаться с анестезиологической бригадой. Быть, соответственно, организатором, уметь решать неотложные задачи, не прерывая процесс операции, так как это комфорт операционной бригады. Операционные сёстры зачастую работают самостоятельно, без какой-либо помощи или поддержки. На операционной сестре, как правило, держится такой своеобразный конъюнкционный баланс в операционном зале. Также это соблюдение законодательства, санитарно-пезинологических требований и чтение литературы, которая сейчас с каждым разом всё обновляется с новыми задачами. Технологии в операционной модернизируются, и легче нам не станет. Будет только усложняться и усложняться с каждым разом всё больше и больше. И операционная сестра является первым пользователем, который и сложно сказать, что она внедряет данные технологии, но она является первым пользователем этих самых технологий. То есть она первая, кто принимает оборудование, должна понимать, как это включается, как это работает, и для чего это делается, чтобы это оборудование правильно использовалось и систематически использовалось в данном операционном зале. Нам очень помогает интегрированная операционная. Она совмещает все коммуникации системы в зале с единым постом операционной сестры, который можно сделать в стерильном виде, то есть управлять светом, оборудованием, мониторами, залом, всем чем угодно в операционной. Это всё совмещено в едином блоке. Также у нас модернизируется система визуализации. Уже стандарт, это Full HD, также появляются 3D, 4K системы. Интраоперационная диагностика, NIR-ICG, и это своеобразная система также для поиска стражевых лимфатических узлов, либо для проверки функциональности анастомозирования. Здесь при неправильном или некорректном... То есть эта диагностика позволяет снизить количество интероперационных осложнений. И операционная сестра должна понимать, что если данная система визуализации позволяет выявить какое-либо осложнение, значит операция может пойти каким-то нетипичным способом. Также шовный расходный материал. Здесь необходимо понимать онкологичность и безопасность применения. Операционная медицинская сестра должна понимать принципы анастомозирования, выбора шовного материала, биодеградацию. Вся техника усложняется. Также используется теперь 3D-печать. На данной картинке центральной вы можете увидеть фрагмент 3D-печати, когда на специальном 3D-блоке проецируются все системы органа, протоки, кровеносные системы. Это все позволяет прецизионно выполнить операцию. Данная операция будет достаточно сложна в том плане, что операционной сестре необходимо подготовить настолько досконально сложный инструментарий, чтобы операция прошла очень прецизионно, очень аккуратно и деликатно. Так как некоторым пациентам раньше зачастую отказывали из-за несовершенства технологий, данные технологии позволяют дать шанс пациентам на выздоровление. Инструментарий и расходный материал – это то, что подготавливает только операционная медицинская сестра. Необходимо понимать, что инструменты должны быть без дефектов. Это очень актуально в лапароскопической хирургии, так как интероперационные осложнения в лапароскопической хирургии могут быть неверифицированы во время операции. Дефективные инструменты могут спровоцировать электрохирургические и иные осложнения. Также тракар, поддерживающий пневмоперитонеум, участвуют в смену инструментария. Контейнер для эвакуации органов и тканей – это то, чему уделяется крайне малое внимание. К сожалению, но зачастую сейчас участились случаи из-за отсутствия использования данного контейнера. Это метастазирование в область установки тракара. Безопасное пространство – это то, что сейчас очень актуально, и то, за чем должна следить именно операционная медицинская сестра, так как она является своеобразным координатором в операционном зале. Она должна обеспечить операционный зал правильным инструментарием, правильными подушками для фиксации пациента. Должна понимать, так как у нас зачастую сменяется операционная хирургическая бригада, достаточно много студентов, ординаторов, и поэтому получаются возможные интероперационные осложнения, такие как плекситы, нейропатии. Ноги должны быть фиксированы в мягких разножках типа стремя. От старых разножек старого типа необходимо отказываться. Такие данные разножки позволяют фиксировать пациента в анатомичном положении. Также это отсутствие коммуникационных переплетений, отведений на пути хирурга, что позволяет создать безопасные условия для перемещения операционной бригады. Электрохирургическая безопасность. Очень важно правильно крепить пассивные электроды, так как зачастую участились случаи ожогов пациента. Это связано с обработкой операционного поля спиртосодержащими средствами. Здесь операционная сестра должна понимать, как обрабатывается операционное поле, нет ли каких-либо спиртосодержащих затёков, что может спровоцировать ожоги послеоперационные. И также правильно расставлять аппаратуру, то есть она координирует вместе с хирургом. Это командный подход. Необходимо обучать операционную сестру и создавать новые курсы для нас, потому что сложная хирургия и новые инновационные технологии, они позволяют подобиться лучших ранних послеоперационных результатов. Интраоперационная профилактика послеоперационных осложнений, это также использование нового оборудования. Снижение болевого синдрома говорит о применении лапароскопической хирургии. Лапароскопия – это также всегда прецизионность. Прецизионность – это также всегда выбор качественного правильного инструментария. Минимальный объём кровотерей. Здесь тоже операционная сестра играет свою роль, так как правильный выбор шовного материала во время каких-либо кровотечений – это также скорость, быстрота и развитие мышления именно на шаг вперёд хирурга. Полноценный участник операции – это именно операционная сестра со всей бригадой. То есть операционная сестра приходит раньше всех, уходит с работы позже всех. Она должна понимать риски интероперационных осложнений при некачественном неверном выполнении своих каких-то определённых критериев работы. То есть она должна правильно создавать безопасные условия, то, что мы говорим. Понимает возможность имеющейся оборудования, помогает улучшению условий работы хирурга. Она создаёт максимальный комфортный микроклимат своими действиями как с моральной точки зрения, так и с профессиональной точки зрения. Действия к улучшению подготовки – это привлечение молодых кадров, удержание кадров на рабочем месте, это создание прекрасных условий труда, атмосферы в коллективе, обеспечить возможность реализовать свой потенциал, возможность повышать свой уровень образования, популяризировать операционное дело как благородную, правильную профессию, также создание симуляционных центров подготовки и создание профильных программ разнообразных для создания определённого интереса, совмещенного с практической подготовкой. Действия по улучшению работы операционных сестёр также разработаны программы по операционным делам в торако-абидоминальной хирургии, высокотехнологичной операционной, также работе при торако-лапароскопических операциях. Всё это сопряжено с практической подготовкой. На кафедре факультетской хирургии Медицинского университета вместе с совместно с академиком профессором Сажиным разработаны данные программы. Я надеюсь, что они в скором времени будут уже доступны для операционных медицинских сестёр. Также разработаны монографии Сестринское дело в эндохирургической операционной. Находится в данный момент в разработке. Это современная эндохирургия. Это будет огромное пособие, которое направлено на подготовку операционных медицинских сестёр, хирургов, онкологов, студентов, ординаторов и санэпидемиологов. Это очень большая работа. Я надеюсь, что она будет выполнена в следующем году. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить.